В 2017 году я создал группу в социальной сети ВКонтакте и провел эксперимент, результаты которого поразили всех его участников. А ролик об этом эксперименте набрал более 4 миллионов просмотров. Задача эксперимента заключалась в том, чтобы вывести из состояния тренировочного застоя ребят, которые в нем оказались. И мне это удалось. Но зачем я вообще провел этот эксперимент и какую теорию с его помощью хотел подтвердить? Буквально за год до начала этого эксперимента я обнаружил одну закономерность. Когда новичок начинает свой тренировочный путь, то прогрессирует очень уверенно, несмотря на довольно большой тренировочный объем. Но спустя год и более прогресс значительно замедляется. В принципе это вполне логично, так как основная существующая клеточная масса наполняется до своего базового уровня и дальнейший прогресс практически полностью зависит от гипертрофии, что уже сложнее. Но суть не в этом. Вторая закономерность заключалась в том, что большинство ребят существенно прибавляют в силовых показателях и мышечной массе при периодическом пропуске тренировок, не связанных с болезнью. При этом прогресс происходит скачкообразно. Можно два месяца стоять на месте, а затем за неделю прибавить килограмм в собственном весе, несколько процентов в силовых и успешно сохранить эти показатели. В тот момент я уже был достаточно начитан и знал в числе о таких системах, как супертренинг Майка Менсера. Это когда мы тренируемся очень редко, но очень интенсивно. Супертренинг в чистом виде, по моему мнению, не очень эффективен, по крайней мере на дальней дистанции. Но принципы, сформулированные Менсером, очень логичны. Менсер вообще считал главной причиной отсутствия прогресса перетренированность. И это вполне разумно. Я стал много экспериментировать с временем отдыха и интенсивностью, без изменения самой базы программы тренировок. И чередование интенсивности от легких и средних до тяжелых тренировок, равно как и увеличение количества отдыха между тренировками, начали приносить очень хороший результат. Грубо говоря, я понял, что главный ключ к прогрессу заключается в умении чередовать интенсивность нагрузки и время отдыха. Одна и та же программа с небольшими изменениями может быть суперэффективной или полностью провальной. Даже один-два дополнительных отказных подхода конкретно для вас могут создать состояние перетренированности. А могут и не создать. Это как раз и определяется методом тыка. Невозможно по вашим внешним данным определить, насколько интенсивно вам нужно тренироваться. Я могу сказать, какой набор упражнений точно будет эффективным. Это и есть базовая программа, но вряд ли угадаю, сколько именно вам нужно делать отказных подходов. Возможно вы легко переварите 6-8 за одну тренировку, а возможно вам будет много и трех. Именно поэтому в программах обычно есть разброс. Например, жим лежа один-два отказных подхода, а один или два здесь смотрите сами, либо пусть смотрит ваш тренер. Итак, эксперименту. Я собрал несколько десятков добровольцев, которые уже имели тренировочный стаж и оказались в тупике, тренируясь по классическому сплиту. Сначала я попросил их немного отдохнуть от тренировок, а затем увеличил интенсивность сплита, но при этом увеличил количество отдыха между тренировками, создав некий гибрид между системой менсера и системой классического сплита. И отчуда, практически все ребята в течение месяца отписались, что увеличили рабочие веса и мышечный объем по замерам. Грубо говоря, корректировки интенсивности тренировок и время отдыха могут принести колоссальный результат без изменения самой базы тренировок. Кстати, сама программа, по которой тренировались ребята, лежит в моем телеграм-канале в одном из закрепленных сообщений. Ссылка на канал в описании. Ты вообще очень много теряешь, если еще не подписан на мой телеграм-канал. Не забудь это исправить, а то придет к тебе дух злого бодибилдера во сне и подпишет тебя на канал с силой. И потом не говори, что я не предупреждал. Ладно, если объяснить кратко, то эффективность программы тренировок будет зависеть от трех основных факторов. Сами выполняемые упражнения, интенсивность выполняемых упражнений, здесь имеется в виду наличие отказных подходов и дозирование нагрузки. А вот здесь имеется в виду количество отказных подходов и количество дней отдыха между тренировками и тренировками конкретной мышечной группы. Разумеется, это только вершина айсберга. Но именно то, с чего следует начать. Принципы составления тренировочных программ, кстати, подробно отражены в моих полноценных тренировочных курсах. Ссылки на которые вы найдете в описании к этому ролику. Там же будут ссылки на спортивные добавки, которые я произвожу под своим собственным брендом и которые существенно помогут повлиять на прогресс и другую полезную информацию. Переходите и изучайте. А с вами был Александр Добромиль. Пока.